Сорока трехлетняя Анастасия Волочкова пополнила свою коллекцию бикини новыми яркими моделями. Звезда продемонстрировала их поклонникам. Бывшая солистка Большого театра показала новые фотографии с отпуска в Таиланде. Блондинка устроила шоппинг. Звезда наведалась в бутик купальников и устроила фотосессию прямо в магазине. Анастасия примерила розовое, синее и желтое бикини. Встретила я замечательного человека Юлию, и она решила показать мне новую коллекцию купальников в ее бутике, где представлены 24 известных бренда, собранных со всего мира. Не знаю, какой выбрать, но доверюсь вкусу Юлии, написала Волочкова в Инстаграм. В итоге артистка приобрела розовый купальник. Инстадива сделала в нем свой фирменный шпагат. Такой купальник, наверное, смотрится ярче. И шпагат в нем краше и интереснее в таких пейзажах апартаментов, заявила ипотажная звезда. Волочкова отдыхает в Таиланде вместе с возлюбленным, которого скрывает. Многие поклонники критикуют балерину за слишком откровенные кадры в бикини, однако Таня собирается останавливаться. Она показала снимок топляс. Этот кадр я выложила специально, чтобы показать фейтерам, в какой потрясающей форме нахожусь. Свою фигуру я сформировала в балетном зале. О тренировках не забывала и на отдыхе. Со мной всегда балетный костюмчик для занятий, рассказала королева шпагата в интервью собеседнику. В отпуске звезде не дают прохода поклонники. Анастасия старается уделить внимание каждому и не отказывает в просьбе сфотографироваться. Блондинка заявила, что в Таиланде многие ей восхищаются. Когда я фотографировалась в шпагате, местные мужчины открывали рты. А один вообще едва не лишился чувств. Местные мне постоянно говорили, вы, русская богиня. И это мне очень льстило, призналась балерина. Волочкова отметила, что возлюбленная ее не ревнует. Он понимает, что рядом с ним известная во всем мире женщина. В старый Новый год Анастасия Волочкова установила на пляже елку. Недавно блондинка пожаловалась на сильную боль после укуса гигантской черепахи.